друзья всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале и сегодня очередная сводка войны с хамасом сегодня седьмой день войны не забывайте пожалуйста помогать мне распространять это видео это очень важно сейчас по миру ширится такая про хамасовская арабская про арабская пропаганда которая обвиняет израиль там во всякого рода и преступлениях там и в том что израиль сам виноваты россияне стараются говорят о том что все американцы во всем этом виноваты поэтому помогайте пожалуйста распространять эту информацию лайком подпиской комментарием можно и задонатить на канал тоже это важно потому что работаем работаем тяжело кнопочка супер спасибо внизу слева и ну вот где-то вот здесь и две платформы пусть и patreon ссылки на них находятся в описании и так седьмой день войны продолжается воздушная операция в секторе газа вот ночью армия наносила такие сверх мощные удары по анклаву уничтожая там различные объекты боевиков все что имеет отношение к хамасу а в газе плюс минус все имеет отношение к хамасу кроме этого цахал распространил обращение к всем жителям города газа ко всем буквально с требованием в тени 24 часов покинуть территорию города и переместиться на юг в сторону границы с египтом означает ли это начало наземной операции или еще более мощные удары с воздуха мы пока не знаем накануне герц и а леви это начальник нашего генерального штаба выступал с таким своего рода обращением к нации он сказал что армия не справилась задачей охраны юга он признал это довольно редкий случай надо сказать и сказал что армия все исправит все кто имеет отношение к нападению на израиль все будут уничтожены вот он буквально так мы найдем всех точнее слово уничтожить там не прозвучало но она разумеется подразумевалось израиль ликвидировала высокопоставленных руководителей хамаса из тех что находились секторе газа вот в частности это сами аль-хасани это был основатель бригад мучеников аляксы но это вот собственно боевое крыло хамаса которая несет ответственность за прорыв на израильскую территорию за все вот эти чудовищные зверства которые там творились кроме этого убит юсеф абу марзук это брат одного из лидеров хамаса и один из руководителей хамаса тоже в общем ну надо сказать что армия пока вот не начинает наземную операцию подготовка к ней завершается призыв резервистов тоже уже завершается сейчас очень много людей летит из-за границы прилетела из-за границы сейчас организован такой воздушный мост различные страны отправляют сюда самолеты в том числе военно-транспортной авиации которые везут израильских резервистов обратно возят иностранных граждан иностранные граждане сейчас конечно покидают территорию израиля что касается последствий у нас больше тысячи трехсот убитых 3300 раненых но большинство из них большинство тяжелых и критических уже ну как бы вне опасности их жизнь то есть число тех кто находится в критическом тяжелом состоянии сокращается израильская медицина надо отдать ей должное справилась с таким жутким потоком пострадавших раненых в больницах там был такой вообще просто настоящий завал но вот израильская медицина на сказать проявила себя в наилучшем виде и большинство раненых были спасены продолжается процедура опознания тел погибших это довольно затруднено потому что тела очень многие либо сгорели либо обезображены там есть масса свидетельств каких-то немыслимых абсолютно зверств когда людей там обливали бензином и сжигали там ну что-то невероятное абсолютно творилось в израиле надо сказать сняты все цензурные ограничения на публикацию таких фотографий раньше этого было нельзя сделать но сейчас вот премьер-министр тоже публикуют у себя в твиттере эти фотографии демонстрируют их различным иностранным лидерам которые сейчас прилетают в израиль для того чтобы выразить свою солидарность и поддержку прилетел в частности энтони блинкин госсекретарь сша он прилетел выразить поддержку он сказал что прилетел сюда не столько как госсекретарь сколько как еврей для того чтобы вот быть с народом израиля в такой тяжелый момент но самое важное в его вот как в его разговоре с нетаньягу заключалась в следующем он сказал что вы воюете с хамас а с любой третьей стороной которая попытается вступить в войну иран сирии хизбалла не имеет значения не воевать будет воевать будет америка воевать будет флот соединенных штатов в частности авианосец джеральд форд уже вошел в район выполнения боевой задачи его авиация уже совершает полеты в израильском воздушном пространстве таким образом демонстрируя решимость плюс сюда идет 2 авианосец дуайт эйзенхауэр тоже атомный то есть группировка американская увеличится вдвое плюс в персидском заливе находится американская боевая группа task force не помню ее номер если честно тоже во главе с атомным авианосцем центральное командование резко усиливает свою авиационную компоненту сюда перебрасывают эскадрильи новых самолетов частности а-10 тандерболт штурмовики для того чтобы вот ну как бы усилить свои возможности накануне не неизвестные ввс давайте поваляем дурака и сделаем приятное нашей военной цензуре нанесли удар по двум аэропортам в сирии это дамаск и халеб в алеппу там были разбомблены взлетно-посадочные полосы почему это было сделано вот по сообщениям сирийской обсерватории по правам человека туда летел самолет с высокопоставленными членами корпуса стражи исламской революции и иранской иранского правительства возможно они летели туда для дальнейшей координации действий но пока вот им долететь не удалось самолет развернулся в воздухе и вернулся в иран подобные удары наносились и ранее вот сначала войны с хамасом ударов таких не было но вот сейчас эти так называемые неизвестные ввс вновь приступили к этим ударам все предупреждения уже сделаны давным давно их избали вливание и сирии и группировкам в сирии и ирану всем буквально вот с одной стороны конечно наличие такой силы у наших берегов вот я имею ввиду американские авианосицы 2 который идет сюда она утешает и радует с другой стороны даже несколько пугает потому что вот ну трудно представить себе последствия того если вот американцы начнут воевать с нашими врагами что из этого вообще может получиться но мы как бы следим за ситуацией пока тоже какие-то прогнозы делать рано на сегодня сегодня 13 до когда мы записываем хамас объявил того день гнева по всему миру халит маша ли и председателях политбюро выступил и сказал всем мусульманам там нападать на евреев по всему миру устраивать погромы и так далее и тому подобное такая наиболее опасная ситуация в этом смысле в европе потому что там очень много живет выходцы с ближнего востока будем надеяться что европейские власти осознают эту угрозу я знаю что во франции в германии запрещены любые про палестинские про хамасовские мероприятия в германии объявили о том что любая демонстрация хамасовской символики любая демонстрация палестинской символики будет восприниматься как вот уголовное преступление то есть в европе на потихонечку начинают понимать вообще какого монстра они тоже растили там внутри себя и дай бог не допустят там никаких погромов там и беспорядков но при этом деятельности еврейских учреждений еврейских школ например и так далее вот в той же великобритании и в других странах она сегодня будет прекращена в целях разумеется безопасности сюда прибывает министр обороны сша ллойд остин ну я полагаю что это тоже такой визит вот с целью выразить поддержку обсудить там детали возможной военной операции если она все-таки будет происходить и великобритания отправляет сюда вот в средиземноморье восточные корабли своего королевского флота и разведывательные самолеты с целью помощи израилю поэтому группировка вот этих западных вооруженных сил скажем так возле наших берегов возрастает задача сейчас запада как бы прикрыть наш тыл дать нам возможность разобраться с им для того чтобы никакая третья сторона в войну не вступил она пока и не вступила на севере продолжаются провокации со стороны хизбаллы не участную тактику разработали их беспилотники начинают полет в сторону израильской границы не долетев разворачиваются но при этом активируются сигналы тревоги начинают работать там пвой или железный купол он тоже умеет сбивать беспилотники как мы знаем вот все это создает такое напряжение но пока хизбалла на решительные действия не отваживается возможно что туда да невозможно собственно об этом говорили туда было передано предупреждение что если хизбалла вступит в войну то удар по ливану будет небывалой силы и приведет вообще как вот практически исчезновению ливанского государства поэтому их задача вот туда не вмешиваться возникла такая неожиданная у нас проблема вот многие резервисты и просто граждане израиля которые прибывают из-за границы они везут с собой защитное снаряжение действительно образовалась нехватка защитного снаряжения за большого числа резервистов которые идут в армию но везут там перчатки защитные плиты для бронежилетов там плитоноски вот такого рода каски ну шлемы и так далее тактически и таможня отказалась это все пропускать потому что таможне показалось что это коммерческие объемы кто-то будет их продавать и и нужна сертификация министерства обороны ну понятно таможне бюрократическая структура люди там работают тоже не самого большого ума вот написано в инструкции не пускать не пускают вот все это породило такую общественную волну очень большую и в это дело вмешались там депутаты к нес это вот не один из них сегодня писал что проблему решили то есть руководство таможни выпустила специальную инструкцию пропускать такое снаряжение не глядя пропускайте потому что все это поедет на фронт предположить что кто-то будет этим торговать я вот честно говоря не могу даже самых таких смелых фантазиях ну и собственно что касается учебы учебы у нас нет то есть учеба в школах отменена ее нет пока даже дистанционно вот в воскресенье пишут о том что она возобновится вот в таком удаленном режиме ну как во времена коронавируса в целом же ситуация внутри государства такая достаточно спокойно и управляемая жители юга сейчас в большинстве эвакуировали вот особенно из этой приграничной с газой полосы их там разместили в отелях в тель-авиве на мертвом море там совершенно разных региона кто-то пускает их себе там жить и так далее эвакуируют город здорово это вот самый близкий газе крупный город речь идет об эвакуации этого не речь идет о собственно идет уже эвакуации этого города по всей видимости это говорит о подготовке к началу наземной операции ну и последнее пожалуй что я скажу это такое не знаю даже каким новостям это отнести хорошим или плохим но вот палестинцы западного берега начали использовать фотографии заложников в рекламе вот и распространилась реклама одной из пиццерий где там бабушка заложница такая пожилая очень женщина террористы заставили ее показать вот так и сфотографировали и вот эта фотография сейчас но она разошлась по сети и она же попала в рекламу этой пиццерии через несколько часов после того как эта реклама была опубликована в хавару деревне палестинская где находилась эта пиццерия приехали армейские бульдозеры и пиццерию снесли у нас уже больше нет никакого желания там надевать на себя белые перчатки нет никакого желания вообще там что-то объяснять кому-то и так далее там я не знаю судиться с ними все сейчас все происходит очень быстро и очень решительно будем смотреть дальше за ситуацией если будет что-то такое прям особенное я не знаю там очень важная я запишу по этому поводу шорт ну и следующая сводка если все будет идти до в дальнейшем режиме вот так как идет сейчас она появится примерно завтра утром спасибо что вы их смотрите это очень важно помогайте их распространять с очень важно распространять информацию о том что происходит в израиле еще раз спасибо всем пока